Для тех, кто в танке, для оригинальной игры Half-Life существует ремейк, созданный фанатами из команды Crowbar Collective под названием Black Meza. Его суть заключается в переносе первых Half-Life на более современный движок Source, осоздав игру с нуля, включая все звуки, озвучку, текстуры и многое другое, убрав скучные моменты, добавив больше деталей, видеодиалогов и новых комнат для более ярко выраженной атмосферы. Ремейк берет свой начало еще с далекого в 2004 года, когда группой энтузиастов была недовольна проделанной работой Valve по поводу переноса игры на Source. Но это понятно, ведь они тупо ее портанули на другой движок без особых изменений. Из-за этого ребята уже более 13 лет работают над своим собственным переизданием, которое официально подтвердили сами Valve и разрешили продавать Black Meza в Steam. К сожалению, в игре присутствуют баги и недоработки, например, в виде отсутствия поддержки русского языка в меню, который они обещают пофиксить с Хэллоуина, а также отсутствует Мерзен, который обещали выпустить этим летом. И вот совсем недавно его выход перенесли на декабрь этого года. Нам лишь остается ждать. Ждать так же, как и ремейк и других аддонов для Half-Life. Ответственность за их переиздание взяли на себя ребята из StripMind Studios. Они несут на себе название Operation Black Meza и Guard Duty. Думаю, сначала нужно начать с предыстории. Идея для разработки появилась из-за той же причины, как и у разработчиков Black Meza. Valve планировали перенести на новый движок E-Aposting Force, как и оригинальный Half-Life. Об этом они заявили на Е3 2004 года, но увидев Half-Life Source, они поняли, что это того не стоит. Поэтому появилась команда, решившая тотально переделать аддон про Шепарда самим на Source. Схоже с тем, что сделали Crowbar Collective. Примерно в то же время абсолютно другие русские разработчики решили сделать ремейк для Blue Shift под названием Blue Shift Source. Но заострять на них внимание мы не будем, так как через некоторое время мод умер. Но был выпущен маленький трейлер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Позже появилась новая команда с той же целью, и их наброски вглядели куда более профессионально. Почти та же участь постигла энтузиастов из команды Operation Black Mesa. Видимо, создателям не хватило мотивации. Разработку свернули, но уже готовые модели, карты и другие детали решили не выкидывать в мусорку, а отдать к тем, кто будет готов взять на себя роль разработчика переиздания. Такие люди нашлись. Новая команда полная энергии под командованием Антонина Зоха, простите за мой чешский, более известный как Мистер Сахар, посмотрели на уже готовые вещи и решили переделать около 90% имеющегося контента. Стоит сказать, что они были щедры на обновления. В 2010 году был выпущен не один ролик, показывающий анимации врагов, оружие, их же звуки, игровую музыку и концепт-арты. В начале 2012 года произошло большое событие. Команды по переизданию Opus Inc. Force и Blue Shift слились в одну единую, ранее названную TripMind Studios. Из-за чего для большей целостности проектов было переделано половина всего уже сделанного. Так как Operation Black Mesa является для них основным проектом, которому они уделяют большее время, то и мы сосредоточимся больше на нем. Итак, что же обещают нам разработчики? Полное пересоздание всех 12 глав из оригинала. Модели, которые двигают пределы движка Source. Мультиплеер с классическими режимами Team Deathmatch и просто Deathmatch, а также KTF. Со всеми оригинальными картами. Новые голоса, звуки и визуальные эффекты, которые по-настоящему погрузят вас в инцидент черной мезы. Обновленный дизайн уровней, чтобы использовать продвинутый физический движок, представленный в Half-Life 2. Ремикс саундтрека, включая улучшенную музыку от оригинала вместе с новыми композициями. Расширенный синглплеер с новыми областями и новыми монстрами, заполняющие пробелы, оставленные в оригинале. А также сцены, которые полностью покрутят вас в игру. Стоит отметить, что TripMiner не имеет ничего вообще с The Black Mesa. Они не используют и не будут использовать материалы стороннего ремейка, по причинам того, что они будут ограничивать разработчиков, а также для собственного опыта и портфолио. Означает ли это, что у них качество исполнения будет лучше, чем у Crowbar Collective? В данный момент оба ремейка работают на 2013-й версии Source SDK, что дает им немного больше технических возможностей, чем разработчикам Black Mesa в свое время. Что хорошо, ведь по имеющимся скриншотам и видеозаписям можно заметить, как трепетно они относятся к своему детищу. Тот же и и противников. В 2013 году вышло что-то типа напоминающий дневник разработчиков об их новой системе искусственного интеллекта. Враги научились патрулировать в группах на больших территориях, и у каждой такой группы есть лидер, который управляет отрядом и дает приказы. Солдаты научились отбрасывать гранаты назад у игрока. Если враги или игрок находятся слишком близко к взрывоопасным предметам, они возьмут это во внимание. Солдаты также могут спускаться с почти любой поверхности на тросе. Их поведение больше похуже на реальных людей, нежели на заскриптованных ботов, которые ходят по одному и тому же маршруту. Теперь будет возможность участвовать в стелсе, так как ИИ к нему приспособлен. Хаундайм свойственны все те умения и детали, которые были в оригинале. Например, та же зависимость цвета шоковой волны и ее силы от количества мобов. Или даже вырезанные элементы в виде патрулирующего лидера. Ну и наконец, прямое родственное продолжение Фиши Ай. Тараканы теперь боятся света. Ну и многое другое, чего не было в оригинале, конечно же. Использована немного переработанная технология с КСС, позволяющая добавить движущиеся облака на небе. Само небо будет состоять из HDR Skybox'ов и иметь сумеречные лучи. Сравнивая с Black Mesa, видно, что у мелких моделей в Apparition Black Mesa больше полигонов и качественной текстуры. Да и самих моделей значимо больше. Из-за их стремления к идеальному, многие карты были не раз переделаны разными людьми. Вариативность тех же лестниц в 4 раза больше, чем в BM. Потому что там всего один вид лестницы. После выныривания на экране будут оставаться капли воды. Также из-за тяги к реализму, однажды один из разрабов, известный как Evil Good Guy, вышел на улицу с фотоаппаратом, чтобы снять текстуру для рельс, которые есть в Blue Shift. Движок Source плохо поддерживает Parallax Mapping, на замену которого авторы используют SSBump Mapping, которое работает замечательно во многих случаях, где мог бы быть Parallax. Если вы являетесь фанатом HD Pack'а в модели в оригинале, то вы сможете заменить настройках MP5 на M4. И напоследок немного фактов. Новый год в группе ВКонтакте, которую вы видите на экране, кстати, рекомендую всем фанатам Half-Life вступить в нее, появилось интервью с лидером команды Мистером Сахаром. Итак, в проекте участвует несколько людей из ААА-студией, будут присутствовать новые геймплейные наработки, которых раньше не было в серии, но в то же время они будут содержать в себе дух Half-Life. Множество загадок теперь будут иметь физическое решение. Из игры не будет почти ничего вырезано того, что было в оригинале, тренировочный курс в том числе. Возможно, мультиплеерная бета в будущем. Вот как бы сейчас это все сладко не звучало, без проблем не обошлось. Сейчас я процитирую один комментарий, уже упомянутого Брэнтона Смита, или же Evil Good Guy. Я бы хотел сказать, что ты не прав. В некоторых вещах мы делаем тонну прогресса все время, в других же почти никакого. В нашем среднем темпе потребуется около 50 лет, чтобы закончить всех персонажей. Так как я уже упоминал, если кто-то талантливый, опытный, органичный и персональный художник хочет подать заявку, пожалуйста, не стесняйтесь. И я рекомендую последовать его совету. Если кто-то из смотрящих имеет перечисленные навыки, то в описании вы найдете ссылку, где вы сможете подать заявку. На этом мой ролик подходит к концу. Думаю, по услышанному вы поняли, что ждать ремейки в этом году не стоит. Но вы все-таки можете послушать саундтрек и посмотреть на море скриншотов обоих игр. А с вами был Алан. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok